Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 5 апреля. Вот сегодня погода такая пасмурная, пасмурная. У нас на улице всего 5 градусов, ночью будет минус 1, минус 2. И сейчас я только что вам снимала маленький видеоролик о том, что если вот, например, рассада сломалась, обломилась, бывает при перевозке, ну мало ли там, кошки сломают, не беда, можно вырастить через пасынок. Я сейчас хочу еще один способ вам напомнить, но не то что способ, что именно вот прорезание рассады по этому же принципу, по этому же способу мы выращиваем, то есть исправляем вытянувшуюся такую, переросшую рассаду. Или бывают еще такие случаи, например, сейчас холодно, кто-то вывезет, например, выставит в парнике, или куда бывает раз, и макушки все обмерзают. Выход какой? Обрезать, выращивать точно так же через пасынок, как я вам вот показывала. И в прошлом году у меня были подробнейшие видео, как я резала рассаду. В этом году у меня нет еще такой переросшей рассады, я думаю, что я высажу в срок. В том году насеяло много, и лишняя рассада, вот высадила в теплицу, все, осталось лишнее. Посеяна рана, большая, чуть ли не цветущая, что с ней делать? До открытого грунта ее не дотянешь. Я в прошлом году всю ее резала. Я сейчас, чтобы все это не повторять, покажу вам прошлогоднее видео, но сразу скажу, что я в том году выставила и была не рада. Там было столько комментариев, и головорезы, и все, и зачем вы такое жестокое обращение с растениями. Не надо таких комментариев, потому что это не жестокое обращение с растениями, это у нас иногда исправление рассады вытянувшейся. У некоторых мало света, она вот такая сделается, тонкая, длинная. Высаживать проблематично, можно ее обрезать. Вот сейчас будет видео после этого моего, такого маленького ролика, и там я рассказываю, как и после четвертого, пятого, и после первого, второго. Всяко можно резать, и все это посмотрите. Кого-то этот видеоролик выручит, кто-то может быть даже не представляет, что если растение, например, сломалось там вот так под корень, или пополам обломилось, что его нельзя выращивать. Иногда приходится резать и ломать, как собственноручно, специально, только для того, чтобы исправить качество рассады, чтобы рассада дотянула до высадки в грунт. Вот сейчас, например, эту я высажу в теплицу, но если такой рассада у меня останется еще 10 или 15, то до открытого грунта ее дотягивать очень сложно. Мы 10 июня высаживаем, ясно, что она потянется, потянется, и вполне возможно, что я потом и нынче буду резать, разрезать на две части, эту укоренять, а эту так высаживать. Но сейчас у меня такого нет, материала для резания, поэтому я покажу прошлогодние видеоролики, потому что у некоторых такая рассада, которую нужно резать, необходимо резать, уже есть. Может быть, этот видеоролик вам поможет. Все, смотрите. Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Сегодня буду рассказывать вам про метод резания рассады. Вот этот метод разрезания рассады пополам чаще всего применяют для улучшения вытянувшейся и переросшей рассады. Я вот в теплице занесла специально сюда такой один экземпляр. Тут он на цветном фоне сливается, но я поближе подойду и покажу. Вот смотрите, у него раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять листьев. У рассада 10 листьев. Она уже взрослая, у нее уже скоро цветочная кисть покажется. Тепла все нет и нет. И она немного уже, как вы видите, начинает вытягиваться. Я бы не сказала, что она сильно хилая и такая истонченная. Вот мой мизинчик. У нее очень толстый ствол, чуть тоньше мизинца, хотя она еще в рассаде. Но она очень-очень-очень длинная. В это время она уже должна быть у меня в теплице. Но никак погода нам не позволяет. И вот глядя на нее, я сегодня решила, что нужно рассказать про метод резания. Вот такая рассада, если долго не будет погодных условий, теплых, вполне пойдет у меня под нож. Ее можно разделить пополам. Я сейчас на схеме, лучше видно, я вам покажу на схеме, чтобы вы поняли, в чем заключается вот этот метод резания. Вот та же самая помидорка с теми же самыми листиками. Да, бывают у нас ситуации, когда погодные капризы очень долго не позволяют нам высадить помидоры на постоянное место. И в комфортных условиях, особенно в комнатных, наши томаты очень быстро перерастают и качество рассады ухудшается. Вот несмотря на то, что она у меня такая толстенькая, у нее хорошая корневая система, все. Но она такая длинная, с высадкой будут проблемы. Она вытягивается все равно со временем. Вот такую переросшую рассаду очень сложно высаживать. Она падает, иногда ломается. Ее нужно или немного заглублять, или немного в наклон. Все про это знают. Вот чтобы исправить ситуацию, опытные огородники проводят обрезку рассады. При этом для дальнейшего роста, что важно, пригодны обе части растения, и нижней, и верхней. Проводить такую обрезку желательно за 20 дней до высадки в грунт, то есть 3 недели срок. За это время обе части уже полностью превратятся в пригодные для высадки полноценные растения. Как правильно провести обрезку? Чаще всего по классической схеме ствол томата разрезают после 5 или 6 листа. Вот семидоли мы не считаем. Раз, два, три, четыре, пять. Вот пятый лист. Но если у вас рассада сильно-сильно тонкая и сильно длинная, и еще нет большого количества листьев, в крайнем случае, ну можете 4 листа оставить и отрезать. При этом вот нижняя часть растений, она будет продолжать расти так же. Если она у вас в стаканчике, пусть будет в стаканчике. Можно обрезать даже, когда они там сидят в лотке. Вот перетянулась, сильно вытянулась рассада. Постригите ее. И скоро вот из этих пазух появятся пасынки. Я сейчас про нижнюю часть говорю. Вот на моей, например, на моей томатке, эти пасынки уже есть. Видите, вот. Их даже не надо ждать, когда они появятся. Если я сейчас разрежу на две части, конечно, верхушки не будет. Это будет большая стимуляция для появления вот этих пасынков. Они очень-очень быстро вырастут. Но для дальнейшего роста нам нужны только два. Вот два верхних пасынка вы оставите, а все остальные по обычной схеме удалите. Вот если сделать такую обрезку за 20 дней, за 3 недели, то к моменту высадки в грунт получится нормальная, не переросшая, стандартная рассада. Причем корневая система-то у нее будет очень сильно хорошо развита. Поэтому она вырастет очень-очень быстро. Она догонит всех, несмотря на то, что ее обчекрыжили. При высадке в теплицу эти кусты мы будем продолжать формировать в два ствола. И на каждом из которых оставим 3 или 4 цветочные кисти. Вот так она будет у нас выглядеть. Вот нижнюю часть выращиваем через пасынок. Вот вместо обреза два пасынка оставили. И точно такое же растение будет, ну как и все остальные. Так, про нижнюю мы поговорили. Ничего с ней не произойдет. Она так, как росла сегодня, так будет расти и завтра. Вот верхняя часть, ясно, что она осталась без корней. Она будет более, как для адаптации, ей нужен более длительный период. Вот эту верхнюю часть, которую мы отрезали, нам необходимо опустить в какую-то емкость с водой, для того, чтобы на стволе образовались дополнительные корни. Всем известно, что томат образовывает корни даже и без воды. Если влажность хорошая, тут будет такая борода. Но лучше опустить в воду, можно добавить какого-то корнеобразователя, чтобы ускорить. И дней через 10, когда ствол уже покроется корешками, корешки уже будут не несколько миллиметров, например, а сантиметр или полтора сантиметра, его можно также высадить или в стаканчик, или если их много у вас, то в лоток с грунтом. Но эту верхнюю часть в дальнейшем выращиваем как обычную и формируем в один ствол. Это обычное вот такое растение, которое было у нас вначале. У него здесь уже верхушка. После того, как образуются корни, тут очень-очень быстро появится цветочная кисть, потому что зачаток уже есть. И вот этим методом, вначале я сказала, что мы пользуемся для улучшения качества рассады, вот вытянутую, переросшую, но обрезка томатов может выручить нас и в том случае, когда часть посевов теряется по какой-либо причине, вот замерзает, погибает от черной ножки. Бывает, посадили 200, вынесли на закаливание, хоп, лоток замерз, осталось 100. Но это я просто говорю, как чисто символически, там было, например, 60, осталось 30. Эта обрезка вам поможет, ведь при обрезке количество рассада увеличивается в 2 раза. Вот если у вас осталось после, например, замерзания или после черной ножки всего 40 кустов, обрезав вот такие вот, ну, взрослые полноценные растения на 2 части, вы получите в 2 раза больше, то есть восстановите население своих томатов. Всё. Вот это прорезание томатов, можно резать не только вытянувшуюся рассаду, переросшую, как я уже сказала, можно резать и вполне здоровую, главное, чтобы у неё было необходимое количество листиков, чтобы она уже была почти взрослая. И потом не забудьте, что условия выращивания дальнейшие немного отличаются. Если вот этот корешок будет расти в 2 пасынка, через пасынок, то верхнюю часть трогать не нужно, она будет расти в один ствол, сама собой, как обычно. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Это короткий вот такой обзор. Размножение рассады способом, методом резания или улучшение качества рассады этим же методом. Разрезаем на 2 части, получаем крепкую стандартную рассаду. До свидания.